Всем привет! В этом ролике я расскажу о партии из первого тура, которая тоже, мне кажется, достойна того, чтобы ее немножко осветить. Играли два шахматиста, один уже ветеран, Кешванатан Анант, белыми и черными, Влад Артемий. Эту партию я решил прокомментировать по каким соображениям. Это единственная партия за первые два тура, в которой встретилась защита Каракан. Причем не просто защита Каракан, а закрытый вариант. И после слон Е2 черные выбрали линию, в которой я давно уже присматриваюсь, но никак не решаюсь взять на вооружение. Где-то, ну, в общем, я потратил очень много времени на то, чтобы подготовить файлик. И требуется еще немало времени для того, чтобы этот файлик улучшить. Ну, в общем, поделюсь с вами тем, что у меня получилось. Итак, С5. Ход С5 считается достаточно рискованным, потому что белые не примитивную рокировку делают, и не С3 ходят, такой спокойный ход. С3 там тоже есть подводные камни для черных, но сейчас основным ходом считается слон Е3. И вот в этой позиции я когда-то лично играл в Херзб6. Помнится, в 1995 году сделал ничью с будущим гроссмейстером Александром Стрепунским. Вместо конца 6 я здесь ходил С4, нападая на пешку Б2. И в какой-то сложной борьбе мне удалось получить позицию с контр-игрой, так скажем. Хотя вот здесь, вот эта позиция, сейчас вот я на нее смотрю и понимаю, что оптимизм у меня бил через край. Позиция по дебюту с мной была получена. Впрочем, и Ферзб6 я в том же далеком 1995 году прекратил играть. И С5 тоже. А вот более модная линия, которую применял, кстати, очень... В общем, в нескольких партиях ее применял, по-моему, Треев. В общем, СД, конь бьет Д4, и теперь очень сильный ход конь Е7. И черные защитили слона, не слон G6, как было в партии первоисточники, ну, или близком к первоисточнику. В одной из первых партий, гроссмейстерских шорт Малишаускас. Видмонтас Малишаускас сыграл здесь слон G6. И белые серьезно опередили в развитии. Задержали в центре вражеского короля. И, в общем-то, быстренько выиграли фигуру. Конь Е7. Очень сильный ход. Черные не опасаются взятия на Ф5, потому что в этом случае белым придется тратить темп на то, чтобы спасти от размена слона Е3. И у черных не будет никаких проблем с развитием. Слон выскочит на Ц5. Второй конь отправится на Ц6. У белых будет преимущество двух слонов, но на доске полным-полно фигуры. И у черных достаточно встречный ресурс есть. Код рокировка, который сделал Анант, приобрел популярность недавно. Основными ходами являются Ц4 и Конь Д2. Конь Д2 направлено на то, чтобы защитить пешку Е5, закончить развитие. Давайте несколько последних партий посмотрим. Одну из последних партий немножко посмотрим. Рокировка. Черные немедленно избавляются от своего слона, но зато получают возможность быстро закончить развитие. После Ф7 у белых висит пешка Е5. Также черные вполне могут и длинную рокировку сделать, поэтому белым надо торопиться. После Ц4. Сэмюэрл Шэнкланд против ВС Лисо. Сан-Луисе пошел здесь Конь Ф5. И потихонечку уравнял. То есть пешка Е5, конечно, стесняет черных, но у них находятся ресурсы борьбы на другом фланге. То есть пункт Д4 неожиданно. Неожиданно черные выиграли борьбу за пункт Д4. Белом пришлось избавиться от преимущества двух слонов. Но слабость пешки Ц6 и А7, она настолько эфемерна. Сейчас нельзя бить слона из-за угрозы мата на Д1. Но с ферзем на Д5 о каких слабостях вообще может идти речь? Если у кого и может быть здесь лучше, то это у черных. И вскоре партия закончилась ничьей. Долгое время ход Конь Д2, тем не менее, был основным. Ход Ц4 тоже темповый. Встречался в партиях очень сильных шахматистов. Несколько из них я вклеил. После естественного ответа черных Конь Ц6. Здесь разные продолжения встречались. Я только несколько партий с парой наиболее популярных. Конь Ц3 и Ферзь А4. Здесь разбираю. Ход рокировка очень логичный. Белые оставляют за собой возможность пойти Ц4. Коня Б1, они опять же не торопятся развивать. Могут его поставить и на Ц3, и на Д2, как было в партии. На А3, черные сыграли Конь Ц6 и напали на пешку Е5. Лучшим методом защиты пешки Е5 считается ход слон Б5. Черным хотелось бы вызвать пешку Ф2 на Ф4. Но для того, чтобы поле Е4 принадлежало им уже навсегда. Но, конечно, такого подарка они не дожидаются. Итак, белые связали коня. Надо как-то заканчивать развитие. Поэтому А6. Слон Б5 Ц6. В этой позиции можно играть и Конь бьет Ц6, и БЦ. После Конь бьет Ц6, например, Ц3 считается сильнейшим, потому что, видимо, пограшивает Д4. Брать на Е5 сейчас опасно, потому что пешку белые отыграют на связке. Ладья Е1, потом слон Д4. Придется ходить Ф6. Но после слона Е7 вроде бы черные партии Навара-Раджабов потихоньку решили все проблемы. Если пешку Д5 белым выиграть не удается, то, в общем-то, непонятно, за счет чего у них должно быть лучше. Черный Конь лезет на Ц4 или на Ц6. Пешка Е5 тоже нуждается в защите. Ну, так, с виду, конечно, все равно поприятней. Что уж я тут такое несу. Непонятно, за счет чего может быть лучше. Понятно, перевес пространства. Мощный Конь на Д4. Но аккуратно игрой черные, в общем, отбиваются. Пешка Д5 надежно защищена. А далеко продвинутая проходная Е6 поддерживается только по линии Е. То есть, поку никто не может ей помочь. Вроде так должно быть. Ну, и в итоге возник Веншпиль. Тоже Веншпиль выглядит, что у белых лучше. Но, с другой стороны, после того, как белые получили проходную, наоборот, уже пока не было проходной. Мне казалось, что 3 на 2. Это с перевесиком. А как только она появилась, и вроде уже непонятно, а за счет чего перевес. Сейчас Владья при случае на второй ряд придет. Пешка Б никуда не двигается. Ну, такая сложная позиция. Кстати, после Слона Е7, Конь Д2, например, Дреев против Корякина бил на Е5. И вроде бы особых проблем с уравнением не испытывал. У черных здоровая лишняя пешка. Ну, это в Санкт-Петербурге в 2018 году они играли. То есть, скорее всего, или быстро, или блиц. У черных лишняя пешка. Но согласились на ничью. Видимо, из уважения к Сергею Александровичу. Так, позиция черных, конечно, лучше. То есть, может быть, здесь можно бить на Е5. Вот ослон Е7. Это все предстоит изучать более серьезно, более основательно. Я поизучаю. Возможно, в каких-нибудь уже следующих блицах буду играть эту линию. Может. То есть, так никогда руки не доходили. Вот. Влад Артемьев взял БЦ. И ход этот тоже достаточно логичен. Черные укрепили центр. И готовятся при случае пойти С5, Д4. То есть, отправить этот центр вперед. Поэтому белые вынуждены действовать энергично. Непосредственно сейчас С5 неудачно. Потому что в этой позиции плюс-равно, это, мне кажется, огромная оценка. Можно не успеть завершить развитие. Если взять на Е3, то ФЕ. Если ЕД побить по конь на Ф5, неустойчивым становится. Ну и других плюсов. У белых и минусов у черных здесь хватает. То есть, пешка С5 может оказаться слабой диагональ А4, Е8. Если взять на Е3, линия Ф откроется. Интересный ход ДЦ. То есть, возможный, вполне возможный ход. Так играли. Здесь сильнейшим, видимо, является Ферси А4. По крайней мере, статистика здесь жестко за белых. Особенно в случае, если черные там ходом Слон Д3 заищают как-то пешку. Или наоборот. И заищают. Так. Что-то здесь очень хорошо стоят. Белые. Александр Валериевич Халифман обыграл лазничку в Пловде в 2012 году. Ну и другие партии более поздние. Но оценочку как вот давайте по партии Халифмана пройдемся. Там было Ферс Д7, Коня А3. Ну и у белых лучшая пешечная структура перевес в развитии. Плюс владение обеими открытыми линиями. И линию Б и линию Д заняли белые. Понятно, что реализовывать такой перевес можно очень долго. И почти 40 ходов белым потребовалось сделать еще для победы. Влад сыграл Ферзь Д7. Ход более надежный. Черные прикрываются от шаха СА4. И вот здесь в распоряжении белых масса продолжить. Лучшая статистика ухода Ферзь А4. Белые рассчитывают на то, что черные возьмут на СА4 или сыграют Слон Д3 и потом возьмут пешкой на СА4. И получится то, что мы смотрели после ДЦ. Надо разобраться, почему нельзя сыграть Слон Д3 и взять Слону на СА4. Причем играли не такие плохие шахматисты. Можете посмотреть, сами найти партию. Самым популярным продолжением является здесь Конь СА3. И теперь у белых выбор между взятием на Ф5 и ходом Конь А4. С другой стороны Конь на СА3 мешает белой ладье работать по линии С. Сам на СА4 с поля СА3 не может попасть. И партии двух сильных шахматистов Каруано Навара Баку 2016 год черные потихонечку здесь отбились. Хотя вместо слона Д4 непомнящий играл ладья С1. А нет Каруано Навара как раз ладья С1 было С3 и теперь Конь бьет С3 играл Каруано. Да вот это я чуть было не дезинформировал там партия Гельф Анкарпов еще аж 95 года после слона Д4. То есть Анатолий Евгеньевич вот эту линию ввел в моду за черных а я не успел изучить в свое время. То есть вроде бы здесь до сих пор у черных полный порядок. Есть еще интересный ход СД да потом Конь бьет Ф5 Вроде бы у черных плохая пешечная структура слабость на А6 на С6 сдвоенные пешки Ф С другой стороны у черных есть линия Б для ладьи теперь скажем после Конь Д2 Индус видит обыграл в Дахе в 2016 году Максимов Ашгела Гравачева просто вот так забрал пешку ну и отбился потихонечку каким-то образом в этой сложной позиции сумел выиграть но Конь на Д5 конечно мощный да теперь он на Д4 хотел перейти а как выиграли с виду идет такая борьба а белые зигнули пешку но этого конечно мало для победы тем не менее удалось реализовать здесь играли до конца вот финальная позиция вот такая убедительно выиграли тем кто хочет поработать над техникой Эшпиле рекомендую поизучать эту пар самостоятельно а после конца 3 конца 7 конь Е2 удалось одержать над тем же виде там победу в дугласе Алексею Широву вообще Алексей Широв тоже за белых вариант очень любит играет именно Е5 на каракан в основном и немало хороших партий здесь удалось вызвать Ж6 и Веншпиле потихонечку доказать что пешки А6 и С5 это слабость по 4 провел в дальнейшем в общем Анан сыграл Коня 3 ход тоже достаточно гибкий защитили на С4 есть у него и серьезные недостатки при случае этого коня можно хлопнуть в один прием слоном сф8 но уход опасный чем для черных скажем самый напрашивающийся ответ здесь С5 именно так здесь сыграл Андрей Маценко против индуса Даса Сингупты и в общем-то партия стала миниатюрой конечно конь на Д3 красавец но бедный король на Е8 остался в центре и черные теряют много материала поэтому пора на этот раз уже спасать от размена белопольного слона он черным точно понадобится а вот с лошадью Д4 надо бороться ход конь Ф5 очень сильный важный момент нельзя взять на С6 конем потому что теперь важный промежуточный ход Д4 и после отхода слона или связки на Д4 конь С6 теряется не встает проблемы Ферзь бьется С6 проще всего наверное взять и все вот так вот побить может быть белая конечно из посуда ДТНш практически без пешки а может и нет ну и кстати тоже после конь бьет Е3 и ФЕ мне кажется у черных здесь масса напрашивающихся ходов не связанных с отдачей мощного слона за коня на краю доски то есть здесь есть над чем подумать Ананг сыграл конь бьет Ф5 ну и на всякий случай связал пешку Д5 наверное чтобы Д4 черные не пошли здесь в партии шли ну в общем в партии двух немецких шахматистов уровня 2300 в 2012 году было сыграно слон Е7 ладья С1 ладья Б8 и потихонечку черные выиграли мне кажется что при этом они могли сыграть Ф6 в этой позиции и перейти к партии Анан Тартеми вот Влад Тартеми сразу пошел Ф6 в упомянутой мной партии черные обошлись без этого хода и как-то быстро переиграли своего противника то есть ход ладья Б8 слон Е7 вернее на ладья С1 ладья Б8 возможно заслуживает внимания а может быть я и не прав Ф6 ладья С1 слон Е7 тут важный момент что ФЕ плохо по-моему из-за что я это не посмотрел видимо СД СД Перст Д7 и Конь С4 угрожает вилка отыгрывается пешка Е5 и возникает такая блокада по черным полям у черных кстати еще пока что проблемы с вступлением игру ладьи H8 поэтому Влад конечно же играет на развитие слон Е7 ну и вот комп рекомендует здесь играть H3 хотя на мой взгляд ну ФЕ играть опасно из-за разменов и потом конь С4 а вот ладья Д8 крепляющий ну как было примерно так было в партии или даже ладья Б8 чтобы ладья работала по линии Б вполне заслуживают внимания продолжения тоже в партии двух неизвестных мне шахматистов было СД СД конь С4 и после слон Д8 у черных особых проблем нет хотя партию они проиграли то есть король на Д7 немножко препятствует видимо тому чтобы полностью наладилась координация белым удалось без проблем разменять чернопольных слонов захватить линию С то есть здесь очевидно что усилить игру черных вполне возможно можете просто кнопочку нажать и вам подскажут программы которые вы пользуетесь ну а мне предстоит тоже чуть позднее самому с этим разбираться просто иначе можно уйти в очень в очень большие гебри углубиться глубокие белый ананк защитил пешку на Е5 Влад готовит двигать пешку Д вперед С Д понятно что пешка С6 висит ну и после рокировки эта позиция уже равна мой пара сильных слонов плюс волжская компенсация на ферзьевом фланге линии А и Б вскрылись обеспечивают черным отличную игру скажем после ферзь С6 вполне достаточно взять на А3 и пойти ладья С8 хотя можно пойти ладья С8 и без взятия на А3 это как компу нравится больше и он даже знает что у черных здесь получше я ну не особо верю что может быть хуже у белых с лишней пешкой с другой стороны то что оба слона сильные это вид оба работают после конь Б5 белые теряют пешку А2 и партия я так думаю клонится просто к ничьей если белые хотят играть на победу им надо ставить пешку на Е6 с другой стороны черные прикрыли сейчас седьмой ряд и потихонечку сейчас сыграют ладья Д8 король Лев 8 ладья Д6 потихоньку займутся пешкой Е6 может не ладья Д6 может ладья А8 то есть думаю что у черных лишнюю пешку черным реализовать очень тяжело но с достижением ничьей проблем быть вообще нет Анан сыграл ферзь Е2 и жесткий ход ферзь А4 позволяет черным уже говорить о том что все проблемы решены слон висит на Ф4 и Влад просто зафиксировал ничью был интересный ход на борьбу Д4 хотя играть так немножко страшно потому что партия перешла в Эншпиль понь вышел из небытия то есть слон бьет А3 ход вполне разум ну и здесь Ананд понимая что перевеса нет решил свернуть игру А3 Комп рекомендует здесь на месте Влада играть ладья С8 или Д4 с другой стороны я не сомневаюсь что против ничьей с Анандом Влад не возражал черными еще тем более и он избрал самое надежное на мой взгляд продолжение ладья А8 он хочет забрать на А2 и попытаться сначала поменять ферзей может быть в плане достижения ничьей еще проще ладья С8 отнять линию С а после ладья А8 был ход ладья С7 с такой идеей скажем если ладья Ф7 то ладья С1 белые сохранили контроль над обжорным рядом в лагере противника а в случае если жадно возьмут пешку на А2 то может оказаться что компенсация за пешку достаточно не только для равенства все таки черный король ослаб по 7 хозяйничает ладья ферзь в непосредственной близости вообще уже грозит мат в один ход эту позицию может быть спасти вообще не удастся жадничать нельзя правда есть интересный ход ладья С8 комп считает что просто сейчас будем преследовать ладью на 7 ряду и с легкостью сделаем ничью Анан сыграл ладья С6 уже с целью отфиксировать эту самую ничью путем жертвы качества понятно что размен на Е2 не выгоден на ферзь H5 последует ладья С8 и белые не попали в обжорный ряд а после ладья бьет Е6 ферзь бьет D5 белым как сказать а давайте не белым а черным черным если не поменять ферзей то у них король открыт у белых король чувствует себя при ферзях ну просто великолепно а в случае размины ферзей железо рисует черным преимущество примерно в пешку но это все фикция потому что прорваться через эту крепость вообще не в состоянии черт более того с шахматистами имеющими имеющими недостаток допустим времени в подобной позиции и не знающими что делать с малоопытными вполне еще можно возить позицию белыми при случае пешку ф6 если отнять то хорошие шансы на победу но ясно что объективно ладья сильнее чем слон даже с пешкой но по факту здесь выиграть невозможно противники согласились на ничью ну и в общем-то всем огромное спасибо за то что вы меня прослушали напоминаю что я постараюсь в четверг провести стрим с Вейконзе поразбирать там все партии в общем подписывайтесь на мой канал кто еще не подписался спасибо за внимание